Как тренировать плечи? Как составить тренировку плеч? В принципе, очень легко, если немножко разберетесь с анатомией тела. Итак, есть три дельты. Передняя, средняя и задняя. То есть, уже если вы составляете тренировку плеч, вы просто должны знать, что нужно выбрать три упражнения, которые будут прорабатывать каждую дельту. То есть, выбираем три упражнения и одно будет общее, как, допустим, жим с гантелями над головой. Его можно тоже выполнить, допустим, в машине или с грифом. Есть также упражнения комбинированные, которые, в принципе, я люблю выполнять в начале тренировки как разогревочные или в конце как заключительные или полирующие. То есть, это упражнение, как видно, может выполнять три дельты. То есть, средняя, передняя и, в принципе, жим над головой будут работать все дельты. Дальше выбираете, опять же, упражнения, которые, допустим, будут прорабатывать среднюю дельту. То есть, это любые подъемы рук через стороны. Можно выполнять с гантелями до 90 градусов. Опять же, аккуратно работаете. Чувствовать, вы должны именно дельту, а не трапецией. Очень часто это случается большой ошибкой, что просто начинают выполнять это упражнение большим весом и больше работают трапецией, а не дельтой. То есть, лучше взять маленький вес, но работать именно дельтой. Или, если вот как у меня была травма, я не могла поднимать руки до 90 градусов, есть очень отличный вариант упражнений для средней дельты, называется раскачка. Вы можете посмотреть ранее мои видео упражнения. То есть, в этом варианте очень хороший памп средней дельты без никакой нагрузки на плечо. Также можно поработать среднюю дельту, допустим, одной рукой. Эти варианты можно выполнять также по пирамидке, то есть, добавлять вес в каждом подходе и уменьшать количество повторений. Опять же, какой вариант, какой спортивный инвентарь вы выберете для выполнения этого упражнения, не столь важно. Главное, чтобы, опять же, вы чувствовали рабочую мышцу, то есть, дельту. В этом упражнении прорабатывается именно средняя дельта. Следующее. Передняя дельта. Опять же, это, в принципе, будет подъем рук перед собой. В этом варианте вы можете использовать то ли канат, то ли гриф, то ли гантели. Как видите, можно просто выполнять сожгутом. Опять же, помните, это маленькая мышца. Нужно стараться выполнять именно этой мышцей, стараясь не болтать или толкать всем телом. Задняя дельта. Очень часто на эту дельту выполняют очень много ошибок, так как работают больше спиной, зажимая именно мышцы спины, вместо того, чтобы работать этой маленькой мышцей, которая находится на вашей задней дельте. И эти варианты, опять же, можете выполнять и в машине, и с гантелями, или вот такие интересные машины, которые, конечно же, нет, не во всех залах есть. Вот этот в голджиме в Калифорнии, Лос-Анджелесе. Но, опять же, думайте, что мышцы можно и нужно проработать разными вариантами, разными упражнениями, разными методами. То есть, нельзя сказать, что только нужно работать многоповторкой или большим весом, чтобы нарастить мышечную массу. То есть, есть очень много разных принципов тренировок. Выбирайте под себя, выбирайте. Но, опять же, вы должны помнить, что вы должны чувствовать именно рабочую мышцу. А вот этот вариант, тяга к подбородку широким хватом, опять же, будет работать больше среднюю дельту. Если вы просто даже измените хват на узкий хват, будет больше нагрузка идти на переднюю дельту. Вот отличный вариант также проработки передней и средней дельты, лежа на скамье, так как, опять же, работают мышцы и нет помощи спине, спиной или телом. То есть, можете, опять же, попробовать этот вариант. Сколько повторений вы можете, опять же, выполнять и 15, 12, 10, 8 повторений. Опять же, это не главное. Главное – чувствовать рабочую мышцу. То есть, выбираете три упражнения, чтобы проработать каждую дельту. Одно общее упражнение. И его можно выполнить и в конце тренировки. И вы также еще лучше проработаете именно мышцы. И также вы можете добавить одно дополнительное упражнение на одну из дельт. То есть, если вы хотите больше проработать среднюю дельту, делайте два упражнения на среднюю дельту, на переднюю одно, на заднюю одно и общее. Так что, в общей сложности 4-5 упражнений на дельту, и вы отлично ее проработаете.